Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители, в студии RTN WMNB в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, мы находимся в гостеприимной телестудии города Форт-Ли, штат Нью-Джерси. В Америке немало нерешенных вопросов. Я имею в виду, в первую очередь, экономические различные проблемы, нехватка, например, средств на важные социальные программы и проблемы инфраструктуры американских городов. В общем, есть на что истратить деньги из федерального бюджета, из бюджетов штатов и городов. Но при этом очень часто возникают ситуации, когда деньги, бюджетные деньги, выделяются из казны города, штата или страны совсем не на те цели, которые хотелось бы большинству населения, совсем не на те цели, которые, казалось бы, само собой разумеющиеся. При том, что есть очевидные нужды, а есть вещи, которые просто возникают вот просто так, из ниоткуда. И потом все даются просто диву, кто же такое предложил и почему такие решения принимаются. В общем, очень часто возникает пропасть между реальными нуждами населения и решениями, которые принимают власти о том, куда именно эти деньги отправить. Я давно уже не удивляюсь, когда мне говорят, что вот на такие-то программы или вот на такой-то проект денег в казне нету, все это очень дорого. Честно говоря, я никогда в это не верю, потому что я знаю, что деньги есть, но просто они тратятся на совсем другие цели. И наша сегодняшняя передача будет как раз посвящена теме бюджетных приоритетов. Как именно тратятся казенные деньги, деньги налогоплательщиков в тот период, когда есть, как говорил Михаил Сергеевич, консенсус по поводу того, как именно эти деньги нужно тратить. Ну, наверное, мы начнем с такого крупного города, как город Нью-Йорк, где живут многие наши телезрители, и где это как бы образцово-показательно, то, как можно и нужно. И на самом деле тратятся деньги, хотя бы потому, что городской бюджет столицы мира около 80 миллиардов долларов. Это огромная сумма. И да, город тоже немалый, огромный мегаполис, около 9 миллионов населения, туристов мы даже не считаем. И поэтому, конечно, этот бюджет должен тратиться, в первую очередь, на то, чтобы улучшить качество жизни горожан, на то, чтобы во всех пяти районах города Большого Яблока людям жилось лучше. Кажется, все это само собой разумеющееся. Но то, что считать лучше для населения, каждый понимает по-своему. Сегодня приведу несколько примеров, и про город поговорим, и про федеральное правительство. Впрочем, обо всем по порядку. Совсем недавно, буквально, что называется, несколько дней тому назад, мэр города Билл-де-Блазио обнародовал очень интересную инициативу. Он собрал ряд политиков, экспертов, и обнародовал, как он выразился, грандиозную идею о том, чтобы истратить 2,5 миллиарда долларов в течение ближайших четырех лет на то, чтобы в некоторых районах Нью-Йорка на улицах появились ультрасовременные, красивые, быстро идущие трамваи. Вот такого рода трамваи, вот как вы видите на своих экранах. По мнению мэра де-Блазио, такие ультрасовременные трамваи просто необходимы в тех районах, где очень мало общественного транспорта, или где населению нужно долго добираться из каких-то микрорайонов, жилых домов до станции метро, например. В первую очередь он, например, предложил провести вот эти трамвайные линии и начать привезти туда трамваи. Это районы Редхук в Бруклине, например, и Астория в Квинсе. В первую очередь вдоль водного побережья. По замыслу мэра это приведет к тому, что гораздо больше будет альтернатив транспортного характера у жителей этих районов. Всем будет гораздо удобнее, ну и плюс будет очень, по его мнению, красиво, когда по городу будут ездить вот такие ультрасовременные трамваи. Повторяю, на этой пресс-конференции, которую вы видели на своих экранах, он собрал ряд экспертов, нескольких политиков из этих районов и заявил, что это, в общем, уже почти практически решенный вопрос. Впрочем, бюджет города, даже предложенный мэром, еще должен утверждать городской совет Нью-Йорка. Мы живем не при диктатуре, не при монархии, не при королевстве. Мы живем в той ситуации, когда предложение исполнительной власти должна утверждать еще законодательная власть. В данном случае предложение мэра должен утвердить горсовет. И некоторые депутаты сразу же выразили несогласие с планами мэрии. В первую очередь, сразу же выразил свое недовольство этим предложением, скажем так, ершистый депутат городского совета, молодой русскоязычный житель Бруклина, представляющий в горсовете районы Кони-Айланд и Бенсенхерст. Я говорю про хорошо вам известного депутата горсовета Марка Трейгера, который сказал, что, по его мнению, 2,5 миллиарда долларов на транспортные нужды действительно нужно истратить. Но только не на закупку, как он выразился, фэнси, очень таких красивых современных трамваев. Это не первая необходимость, по мнению Марка Трейгера. Кроме того, ему удалось объединить еще ряд депутатов и других политиков из Южного Бруклина, и они выступили с совместным заявлением. Там еще присоединилась к нему депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Памела Харрис, депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Билл Колтон и другие. Все они заявили о том, что сегодня главными приоритетами, если говорить про транспорт, общественный транспорт в городе Нью-Йорке, это является обустройство уже существующих станций метро. Во-первых, чтобы на них появились эскалаторы и лифты. И главный аргумент, который выдвигала городская власть и транспортное управление штата Нью-Йорк, когда им про это говорили и говорят, они всегда говорят, у нас нет денег, это очень-очень дорого. Ну что вы, представляете, сколько стоит лифт построить на одной станции метро, чтобы могли пожилые люди там с вокерами, например, или инвалиды подниматься, опускаться, вот лифт построить, это очень-очень дорого стоит. С этим трудно не согласиться, действительно дорого. А 2,5 миллиарда долларов на трамвае, это дешево? И вот он сказал, что F-трейн, например, в Южном Бруклине экспрессом не ходит, и уже давно сократили многие маршруты автобусов после урагана Сэнди. На большинстве станций метро, не на всех, но на большинстве станций метро в Южном Бруклине нет ни эскалаторов, ни лифтов, нет лифта для удобства пожилых и инвалидов. И это не исключение, как правило, на всех станциях метро, за редким и ключащим исключением. Но на тех станциях, где этот лифт или эскалатор есть, они часто не работают, неисправные. Но мы не говорим сейчас про чистоту нью-йоркских станций метро, мы не говорим про другие вещи. Сейчас закрылось на ремонт и обновление 8 станций маршрута Энтрейн, тоже в Южном Бруклине. И это можно только приветствовать, правда, при этом не подумали, как пассажиры будут себя чувствовать 14 месяцев во время этого ремонта. Но это уже тема отдельной телепередачи. Сейчас мы говорим про бюджетные приоритеты. Как только мэр Вилдеблази услышал критику в свой адрес, что не нужно эти трамваи покупать, что не нужно трамвайные пути прокладывать, что не нужно тратить 2,5 миллиарда, которые внезапно нашлись из городской казны на 4 года. А нужно эти деньги потратить на благоустройство и улучшение работы уже существующих станций метро, на улучшение работы нынешней работы общественного транспорта. Он сразу поморщился вот так и очень большое недовольство выразил. Он начал обвинять политиков из Южного Бруклина в эгоизме. Я не шучу. Он сказал, что такие... Он не назвал имен там Марка Трейгера или Памелы Харрис. Он сказал, что политики из Южного Бруклина, сказал Вилдеблазио, должны радоваться за своих коллег, за соседей из прилегающих районов, у которых появится такая красота, как трамваи, и у них будет больше транспортных альтернатив, как добираться, как передвигаться по городу. А может они завидуют, сказал он, вместо того, чтобы радоваться своим коллегам, другим политикам и жителям прилегающих районов. Большего бреда, честно говоря, я еще не встречал. Что значит позавидовали? Что значит сказали? Ведь если метро хорошо ходит, если есть экспресс-трейн, если на станциях метро есть лифты и есть эскалаторы для удобства пожилых и инвалидов, ведь услугами метро пользуются жители всех районов. Значит, если хорошо одному району, хорошо всему городу. И о какой зависти может идти речь? Забыл мэр сказать, что появление трамвая, вот вы видели на своих экранах, красиво было на картинке, что называется. Но в реальности, когда трамваи эти пойдут, там посмотрите, как они, картинку они сделали, всем вроде все хорошо. На самом деле забирается еще часть дороги. Есть такое слово congestion, добавляется гораздо больше, загружается улица. И так автопробок там в Нью-Йорке, огромное количество постоянно, трафик, то есть эти пробки, и люди ждут в машинах. Будет еще больше, потому что вместо того, чтобы была более широкая дорога для машин, она станет намного уже, ведь нужно найти место еще, проложить эти трамвайные пути, чтобы они ездили. Так что только будет больше проблем на дорогах города, а никаким образом не проще. Самое интересное, никто не спросил у жителей района Редхук или Астории, а хотят ли они эти трамваи. А когда корреспонденты газет и телеканалов стали спрашивать, выяснилось, что жители этих районов очень кисло, очень так, совсем без особого восторга отнеслись к этой инициативе. И когда им спросили, как они считают, стоит ли на это потратить 2,5 миллиарда долларов из городской казны, все ответили резко негативно и отрицательно. Сказали, что нужно есть совсем гораздо более важные, более существенные нужды. В первую очередь, речь идет о доступном жилье, которого сегодня катастрофически не хватает в Нью-Йорке, о состоянии парков, о состоянии тех же дорог и о состоянии уже работающего сегодня общественного транспорта, которые сегодня в городе Нью-Йорке абсолютно переполнены. Примерно ежедневно сегодня пользуются услугами нью-йоркского метрополитена только в городе Нью-Йорке более 6 миллионов человек, более 6 миллионов пассажиров, плюс еще и автобусами. И нередкие ситуации, когда в часы пик, особенно утром, и после 5 часов где-то с 5 до 7, и утром где-то с 8 до 10, когда все вагоны метро просто переполнены, как селедки в бочке, как консервы, просто упакованы настолько все плотно. И говорят, что вот на метро они очень хотят ездить и так далее. Переполнены вагоны метро. И, конечно, в этой ситуации уже начали думать транспортное управление о закупке таких поездов, где нету различных вагонов, а где вот можно просто ходить через весь поезд, чтобы как-то сэкономить место, чтобы больше людей помещалось в поездах. И вот в этих всех условиях мэр говорит, что нужно потратить 2,5 миллиарда долларов на трамвайные пути и закупку современных трамваев. Ну никак с этим, наверное, нельзя согласиться, я думаю. И правый депутат Горсовета Марк Трегер, и его коллеги по правительству в Южном Бруклине, когда они возмущаются и не соглашаются, критикуют эту инициативу. И говорят, что их мнение, кстати, никто не спросил, как не спросил мэр и мнение жителей названных мне районов, где он хочет запустить вот этот трамвай. Я думаю, что эта инициатива еще будет очень долго обсуждаться в Горсовете, не исключено, что она не пройдет в итоге, и депутаты за нее не проголосуют. Речь идет о нешуточных деньгах. Откуда деньги, скажете, возьмут такие большие город? Мэр убежден, что как только трамваи пойдут, в этих районах захотелось жить много людей, появится экономическая активность, налоги будут больше собираться с этих районов, и все, по крайней мере, половина этой суммы будет самоокупаемой. В общем, это все называется благие надежды на то, что будет, на какие-то ожидания. Но пока что говорится про 2,5 миллиарда реальных живых денег. В общем, один из таких вот проектов, мне кажется, утопическим, но, по крайней мере, на нем очень настаивает, еще критикует тех, кто с ним не согласен. Вторая история, которую я хотел бы вам сегодня рассказать, затрагивает уже федеральное правительство. Но мы к этому еще вернемся. Давайте еще немножко про мэра я хочу рассказать. Не так давно он опростоволосился с другой историей. Он очень давно хочет запретить, чтобы были лошадиные повозки вокруг Центрального парка. И пытаясь договориться с извозчиками, с профсоюзом Тимстерс, который защищает интересы этих лошадиных извозчиков вокруг и внутри Центрального парка. Вот даже в зимнее время они ездят. Мэр на днях, ну не на днях, несколько недель назад, сказал, что он договорился уже обо всем. И что теперь лошади с каретами не будут ездить по улицам города, за пределами Центрального парка. Ну а конюшни перенесут из Манхэттена внутрь Центрального парка. Почему я об этом говорю? Потому что мэр удивил очень многих депутатов Горсовета, удивил очень многих политиков и многих горожан, заявив, что он построит за деньги налогоплательщиков из казны, за 25 миллионов долларов, построит внутри Центрального парка конюшни. Вот где эти лошади будут жить, находиться и так далее, и так далее. Очень удивило это заявление мэра и депутатов, и многих жителей. То есть, что называется, что так вот взял, так вот из кармана вытащил и положил 25 миллионов долларов посередине финансового года. Получается, что есть какие-то заначки, что называется, где-то там непонятные деньги, которые не учтены в бюджете, которые никто не планировал, за которые никто не голосовал, что можно вот только так, по своему усмотрению, взять и положить 25 миллионов долларов на строительство конюшен, чтобы только добиться соглашения по данному вопросу. Соглашения в итоге не получилось. Правсоюз, защищающий интересы извозчиков лошади, отозвал свою поддержку этому проекту. Отказались поддерживать его и сторонники защиты парковой зоны, которые посчитали, что нельзя в Центральном парке еще кусок территории занимать конюшнями. Против категорически выступили велорикши, которые сказали, что если соглашение будет достигнуто, они вообще выйдут из бизнеса, потому что в рамках этого соглашения предусматривалось, что велорикши не могут брать пассажиров южнее 85-й стрит в Манхэттене, а это был их основной бизнес. Иными словами, соглашение не прошло. Но для чего же я тогда про него рассказываю? Чтобы еще раз подчеркнуть, мэр посередине финансового года, когда захотел, моментально нашел 25 миллионов долларов на строительство конюшен в Центральном парке, о котором, кстати, никто его не просил. Ни один депутат, ни один житель города не обращался построить конюшни внутри Центрального парка. Об этом ни одна газета не писала. Никогда. И вот он захотел, и, пожалуйста, деньги нашлись. А когда много лет, например, в районе Брайтона и Куни-Айленда жители этих районов просили о том, чтобы деревянный бордвок содержался в достойном состоянии, чтобы все было на современном уровне, чтобы не надо было ничего делать, то его доверить до полного запустения. Еще прежний мэр, Майкл Блумберг, не занимался этим вопросом. И де Блазио тоже не стал заниматься. Вот в таком состоянии сегодня значительная часть Брайтонского и Куни-Айлендского бордвока. А для чего это было сделано, теперь уже очевидно, потому что взамен решили заменить полностью весь деревянный бордвок на бетонный, на пластик, на другие материалы, на кирпич, все что угодно, только не дерево. Аргумент был, что дерево очень дорого стоит. Но содержание в нормальном, приличном состоянии прежнего бордвока, ну, скажем, 15 лет тому назад, содержание ежегодное бордвока обходилось в городской казне, содержание в отличном, нормальном состоянии, бордвока, который был гордостью, Куни-Айленда, гордостью Брайтона. Сейчас даже обсуждается дать ему статус лендмарк исторической достопримечательности города Нью-Йорка. Так вот, ежегодно на это тратилось примерно от 3 до 5 миллионов долларов. То есть 25 миллионов долларов нашли, чтобы в Центральном парке посреди года построить конюшни, а 5 миллионов не было денег, и потом довели до полного запустения бордвока, потом сказали, ну, все, теперь уже нечего делать, нужно срочно его сносить и менять на другие материалы, потому что денег на такое, что было раньше, уже просто нет, а давайте теперь будем там использовать другие материалы, бетон, кирпич, пластик и так далее. И под это дело вот уже начали это делать, не спрашивая мнения местных жителей или местных активистов, многие из которых выступают категорически против замены деревянного бордвока на бетонный. Но опять же, в этой истории совершенно очевидно, что просто это все что называется отмазки, нелепые отмазки, на самом деле причина была в другом. Мэр очень хотел убрать лошадиные повозки с улиц города, потому что он пообещал организации защиты прав животных, которая его поддерживала во время выборов мэра, что он это сделает. И вот таким образом он решил это сделать не мытьем, так катанием. А бордвок его меньше всего интересовал, и гораздо было проще ему здесь не обращать никакого внимания на протесты местной общественности. Интересная история произошла на минувшей неделе с федеральным правительством. Президент США Барак Обама предложил сократить расходы на контртеррористические операции в крупных городах Америки с прежних 600 миллионов долларов до 330 миллионов долларов. То есть примерно в два раза сократить. Речь идет о том, что есть в крупных городах, крупных мегаполисах, в полицейских департаментах специальное подразделение по борьбе с терроризмом, контртеррористическое. Кроме того, на эти деньги есть возможность приобрести современное оборудование. Деньги выделяются не только полицейским, но еще и пожарным, различным спецподразделением, проводятся учения, тренинги и так далее, и так далее. То есть это очень важно. И я говорю это не только как житель Нью-Йорка, но и такие же средства выделялись, скажем, Лос-Анджелесу, Бостону, Чикаго, то есть многим крупным городам. И вот теперь президент посчитал, что уже такой угрозы терроризма нет, ни такой необходимости тратить столько денег на эти цели не нужно. И в общем, он решил урезать. Для Нью-Йорка, например, это означает со 180 миллионов долларов в год, которые выделяло федеральное правительство на эти цели, будет только 90 миллионов долларов в год. Ровно в два раза меньше. И тут же стали возмущаться даже либеральные демократы. Мэр города Билл Деблазио сказал, не, ну как нам нужны эти деньги? Сенатор США от штата Нью-Йорк, демократ Чарльз Шумер, которому прочит, что он будет скоро лидером демократов в Сенате США, тоже подверг критике это предложение, сказав, что ну как, Нью-Йорк был, есть и остается главной мишенью террористов всего мира. Сказал он, как же можно вдвое сокращать расходы на контртеррористические операции? И напомнил о том, что именно в Нью-Йорке были теракты 11 сентября, что именно Нью-Йорк всегда находится под прицелом террористов. И здесь с 11 сентября 2001 года и по 2016 год было предотвращено только в городе Нью-Йорке более 30 терактов благодаря успешной работе ФБР, полиции, спецподразделений и так далее. Удалось предотвратить десятки терактов. И слава богу, но в том числе и благодаря успешной работе полиции, в том числе и контртеррористического подразделения. Как же можно теперь уменьшить расходы на эти цели в два раза? Вот это непонятно. И вы знаете, что услышал в ответ Чарльз Шумер? Пресс-секретарь Белого дома заявил, что сенатору Шумера нужно определиться с приоритетами в области национальной безопасности. Вот он, дескать, голосовал против ядерного соглашения с Ираном. Чего же он теперь возмущается, что вот нет хорошей защиты от терроризма. Я, честно говоря, в этой истории вообще не понял, что имел в виду Белый дом. Как можно было обвинить Шумера в том, что он голосовал против ядерной сделки с Ираном, которая до сегодняшнего дня у меня вызывает просто содрогание эта ядерная сделка, в рамках которой иранские мулы получают, уже начали получать миллиарды долларов, получат более ста миллиардов долларов на свои нужды смогут активизировать свою террористическую деятельность по всему Ближнему Востоку и чихать хотеть на все международное сообщество. Но какая связь с тем, что Шумер говорит о том, что город Нью-Йорк является мишенью террористов, что Нью-Йорку нужны деньги на эти цели для контртеррористических операций. Но еще, слава Богу, опять же, мы живем не в монархии, мы живем не в королевстве, мы живем не в России, где, что сказал президент Путин, так и будет. Здесь еще Конгресс США есть, который будет сопротивляться и который может не утвердить то, что предлагает Барак Обама. И я почти не сомневаюсь, что Конгресс восстановит эти деньги и сохранит прежнее ассигнование на борьбу с терроризмом в крупных городах Америки. В итоге было 600 миллионов на эти цели, а теперь предлагается сделать 330, два раза меньше. А что уже все? Америке угроза терроризма нету никакой. А что произошло в Сан-Бернандино? Не теракт разве? А что недавно было в Филадельфии, когда один поклонник организации АСИС напал на полицейского, и что у нас уже вообще никаких проблем нету ни с террором, и это нужно забыть про это, ничего подобного. Наоборот, все эксперты и ФБР, и ЦРУ, все правоохранительные органы все время говорят об усилении угрозы, возможности действий терактов, террористов-одиночек и каких-то других терактов, и чтобы их не было, нужно очень много денег. Даже вот это каждый раз на Новый год на Таймс-сквер, вы знаете, вот этот хрустальный шар, когда опускают, собирается более миллиона человек, сколько денег нужно, чтобы обеспечить безопасность даже вот этого празднования. И город Нью-Йорк своими силами это все оплатить не сможет. Это все-таки только город. А речь идет еще о помощи федерального правительства, это просто обязанность. Уже стало известно, что конгрессмены, республиканцы от штата Нью-Йорк, такие как Питер Кинг из Лонг-Айленда и Дэниел Донован от Сетан-Айленда Южного Бруклина сказали, что будут добиваться восстановления фондов на эти цели. И еще мне здесь хотелось заметить, что пока сокращаются расходы на борьбу с терроризмом, в это же самое время находятся деньги, например, продолжают у нас выпускать некоторые виды самолетов в штате Огайо, в частности, на военных заводах, которые уже давно вышли из употребления, и которые армия, вот как только выпустили эти самолеты, их сразу паркуют на аэродромах и больше никогда не используют. Зачем же их тогда выпускать? У нас по-прежнему выделяется огромное ассигнование налоговой льготы производителям этанола в Айове у нас по-прежнему выделяются огромные налоговые льготы нефтегазовым компаниям, и при этом у нас падают мосты в стране, помните, пару лет тому назад в Миннеаполисе рухнул мост, об этом писали все газеты, очень старая у нас инфраструктура, мосты, дороги, аэропорт, например, аэропорт Лагвардия в Нью-Йорке давно уже стал притчей во языцах, хотя сейчас его наконец занялись его ремонтом, обновлением, модернизацией, но я помню, как Джозеф Байден еще, вице-президент США, до последнего времени все говорил, что он в Африку прилетал, и там были лучшие аэропорты, чем аэропорт Лагвардия, но сейчас, к счастью, выделили деньги, много-много, десятков миллионов долларов выделены на то, чтобы модернизировать наконец Лагвардия, сделать его достойным такого города, как Нью-Йорк. То есть, есть куда девать федеральные деньги на обновление и ремонт, восстановление мостов, автомагистрали, аэропортов, инфраструктуры, а совсем не нужно сокращать расходы на борьбу с терроризмом. Опять мы говорим про бюджетные приоритеты. Вот именно поэтому я и возмущаюсь, но я надеюсь, что в случае с Нью-Йорком Горсовет, а в случае с федеральным правительством Конгресс США поправят исполнительную власть и сделают все возможное, чтобы все-таки бюджетные приоритеты были несколько другими. Ну и, конечно, очень важно, я знаю для многих наших телезрителей эта тема актуальна, чтобы выделялись дополнительные средства на доступное жилье. В первую очередь необходимую, по крайней мере, для малоимущих, пожилых людей восьмую программу, которая давно уже заморожена. Но, к сожалению, пока об этом мало кто что говорит и деньги на это как всегда опять нет. В самом же деле, конечно, как я уже сказал, деньги есть, только их тратят совсем не по назначению. Спасибо вам огромное, что вы смотрели нашу сегодняшнюю передачу и до встречи в следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Арий Кагом. Всего вам самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова